Тут же отскочился назад, получает мяч. Технарь большой, пасует Карамбе. Карамбе играет вторым касанием с Раулем. Рауль отстает назад, но удар по воротам следует. Уже это Савио бил по воротам. Я помню, помню, о чем я говорил. Не волнуйтесь относительно состава команд, потому что имеет это, конечно же, значение. Зейдор с мячом, пас в трофную. Спартаковцы провалились в центре обороны. И вот пошел в реале Спартаковцы. Пануччи заводился с мячом. Можно атаковать. Ну, бей поворотом! Удар, мяч попадает. Не показалось. Тут можно проследить даже некоторый, так сказать, вариант укрепления обороны с выходом Карамбе. Но, тем не менее, не забываем, опасно, не забываем о том, что все-таки впереди, ведь Гусхиддинг оставил. Вы обратили внимание, как Реал, потеряв мяч, быстро отходит на свою половину поля. Спартак из глубины поля посыл в центр. Пас пятка. И Робсон, Робсон под удар. Бить неудобно. Вот сейчас можно. Удар, удар не состоялся. Жалко. Классная комбинация, не правда ли? Устроите аплодисменты и вы так же, как Робсон. Может быть, даже навешивая здесь, может быть, Робсон может побороться. Ну, пришел сюда Титов. Он головой может сыграть. Вот разыграли. Под удар пас и удар с хода. Ближний сразу к нам Королевский клуб. Честь и хвала Спартаку, чемпиону России. Благодаря таким вот успехам к нам приезжают великие команды. Мы снова увидим замечательный Линкер с Роналдо. Удар слишком в дальней дистанции. Так вот, по тактике, схеме и так далее, и тому подобное, разбирать игру, все-таки Спартак какое-то преимущество имеет. Согласитесь. Вот пас и удар с хода. Молодцы спартаковцы. Но не точно. Писарев бил в падении. И, естественно, Хелимонов ставит стенку. Закрывает от себя левый угол. Роберто Халлос разбегается и не бьет. Все думают удар, а мяч опять от ноги на этот раз взойдет вперед. Цимбаларь. Цимбаларь как-то мало заметен пока что. Я понимаю, он травмирован на зубах, на морально-волевых. Вышел на поле с повязкой. Салфар так атакует. Нет. Вот бы Тихонову рвануться на левый фланг. С мячом по-прежнему Спартак. Удар поворотом с угла примерно штрафной площади. Передача Хлистову. Правильно. Тихонов один свободен. Ну, можно сразу в одно касание было. Не надо было тащить. Это, так сказать, лишний был ход. А быстрее отдал бы уже, бы никто не атаковал Тихонову. Классный пас. Ну, удар поворотом. Да. Не получается удар. Вместо удара получился прострел. Пытается отдать его Карамбео. Карамбео поскользнулся в штрафной и упал. Сам Титов играет с Ананко. Ананко дает точный пас на ногу. Редондо. Редондо бьет поворотом. И прямо в руки Филимонова. И Редондо тут же отскакивает назад в оборону. Зейдорф тут же. Моментально. Вот смотрите. Только потеряли мяч. Вот смотрите. Повтор. А я вам рассказываю. Слушайте. Только потеряли мяч. Счастливается первого тайма на нашем секундомере. Были остановки. Были всякие, так сказать, там небольшие паузы. Поэтому это время будет компенсировано. Вот в одно касание. Нет в ней игры. Давай, Робсон, давай, убегай. Ай-яй-яй. Но пас же надо было до боя лучше дать. Лучше. Сам растерялся. Игрывает нашу линию полузащиты. Это мне, честно говоря, не очень нравится. Идет вперед. Ерро бьет. Издали нет. Ему мешают. Но получается неожиданным даже пас. А Рауль тут как тут. Вот тут. Кадар Ильятович три. Вот два игрока. Восемь штук забили из десяти в составе Реала после четырех туров испанского чемпионата. Зейдорф посылает еще раз мяч. Вот опасный момент на опережение играет футболист Реала. Дай выход один на один. Спартак продолжает атаку. Пас вперед. Остроумно пропускает мяч Спартакович. Но, увы, его опять не понимает партнер. А в этот момент отброгенизует контратаку. Зейдорф пасует на Роберто Карлосу. Ток подоказание. Давай, Телевонов. Да, руками. Первый остальщик. 0-0. Скорее бы перерыв передохнуть. Миятович будет бить поворотом. Нет, пасует направо Карамбео. Карамбео против. Миятовича пас назад. И плохо играет. Ну, ну, навес. Давай. Сейчас. Тихонов. Нет, бить плохо. Плохо дал мяч. Это уже Зейдорф в подкате. Ну, отходи назад. Кто-нибудь подойдите для того, чтобы обыграться. Ананка бьет. Замахивался долго. Замах, конечно, был рубль всего. Редчайший случай. Карамбео. Карамбео пасует Спартаковцу. Титову, Титову. Ананка. Ананка поперек поля. Туда на правый фланг. Там Баранов. Парфенов рядом. Набирает скорость. Идет вперед. Но его игнорируют. Передача мяча на Тихонова. Тихонов. И перед ним игрок. Бьет поворотом. Дальний угол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А! Жалко. Ну, может быть, внешней стороной так подрежь его туда. И, может быть, попал бы. Мечты, мечты. 0-0. Последняя минута на нашем снуле. Смотрим еще раз. Да. Прямым подъемом. Прямо поджаем. 0-0 матча Спартак-Реал. Второй тайм. Публика бушует. Она ждет. Она ждет, что Спартак его в Писаре. Ну, дальше удар. И прямо в Вода Илгнера. Да. Все, наверное, хорошо было бы. За исключением маленьким-маленьким, уважаемые телезрители, дорогие друзья. Ну, продвинь мячик нежно, цимбаларю. А тот прямо против ворот. Какой прекрасный пас Баранов дал. Как здорово все было обработано. И вот, видите, ситуация. Бей дальний левой. И все. Но попал во вратаря. Ничего не поделаешь. Разыграли спартаковцы. Они видели, не подают. Они подавали гораздо больше угловых в первом тайме, нежели Реал. И все разыгрывали. Вот, подача у Ду. Браво, Ильгнер. Молодец. Вот, красавец, как здорово. Раз это было, но неудачно обработал мяч Спартакович. И пустил момент. Так, Роберто Карлос бьет вдоль ворот. Браво. Молодец, Ананто. За вратаря сыграл. Только ногами. Ну, и Филимонов тоже, я видел, он уже выходил. Играет игрокам Реала сразу же отойти назад. Остаются впереди у них только двое. Савио. И в этой ситуации Раул. Миятович отошел даже назад. Ну, идет вперед Писарев. Уже воткнулся в игрока. Штрафной. Тот нарушил правила. Это Санчист. Так вот. И тащит, тащит, тащит. Или упирается в соперника. Или уже в своего. Игрывать, навешивать. Да. Удар по воротам. Попал мяч Карлоса. Еще одна подача. И мимо. Да. Ну, что ж. Дорогие друзья. Я считаю, что футбол уж обязан иметь по-настоящему государственную поддержку. Я думаю, что мы к этому придем. Мы это поймем. Потому что футбол. Перед ним сразу вырос Бушманов. Я не стал еще в первом тайме говорить о том, что Бушманов все-таки больше работает. Вот бьет Рауль. Не точно. Мяч уходит за пределы поля. Да. Рауль Ева бьет, между прочим, в месте, где он оказывается. Возникает другое. Ну, что он его берет в контроле. Альято, чего он передает, как сказать, по цепочке. Ну, вот перевод мяча. Помните, о чем я вам говорю? Ну, вот Баранов его спокойно получает. Робсон. Будет сейчас прострельная передача. И мяч от ноги пятого номера. Санчисо отскакивает. Позже владели инициативой футболиста Реала. У Спартака перестал держаться мяч в середине поля. Поэтому вот тут сразу же этим воспользовался соперник. Савио с мячом. Пас левой. Редондо. Мьятович. Подключается. Зейдорф. Удар издали. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Вот что такое. Удар издали в такую погоду. Видели, как мяч, как пуля пролетел. Смотрим еще раз. Из-под ноги удар. Мяч чуть свалился. С ноги Мьятовича. Но Филимонов был на чеку. На вопросу о переводах мяча. Видите, все время Спартак играет широко. Видимо, подсказано и правильно действует. Парфенов по правому флангу. Не игры нет. Вперед. Фисарев. Робсон. Удар поворотом бил Фисарев. Но у него очень мало было времени и для замаха, и для удара. И для удара, и расстояния мало было. Потому как-то он подсел под мяч. И мяч полетел за пределы поля. Готовится, конечно, войти в игру. Усиливается, естественно, атака московского Спартака. Вместо кого? Если нападающего на нападающего, то, так сказать, надо будет, как говорят у нас в Одессе, посмотреть. И с мячом в Реал. В Реал проходит в среднем юге поле. Вот пасом посылает мяч из Реала. Зейдорф и Зейдорф обрабатывает. Мяч идет вперед. Удар левой плохой у него. Мяч в перекладину. Гол. Вот и все. Я что сказал, что у него удар для нас плохой? Вот вам быстрый переход от обороны к атаке. Я уже говорил вам. Внимательно все поле футболисты Реала. И завершили атаку результативным ударом. Быстрый пас за Эйдорфу. Это не тот даже. Чуть рач. Вот он бьет поворотом между двух. Ему никто не мешает. Бросок высокого и длинного. Филимонов не достигает цели. Он не коснулся мяча, наверное, даже. Посмотрите. Мяч попадает в перекладину. Отлетает центр. Рауль открыл счет. Я напомню вам, что Баранов получил предупреждение. Желтую карточку. Еще в первом тайме. Навес. Робсон. Тихонов. Баранов один на месте правого крайнего. Вот то, о чем я говорю. Сейчас Роберто Карлос сдвинулся и держит под контролем Робсона. Робсон. Пас налево. Цимбалар. Цимбалар Тихонов. Бей. В дальний. Опять тот же самый момент. Вы помните, что в первом тайме? Ну, подрежь чуть-чуть левой внешней стороной. Внешней стороной. И в другую половину мяча. И все. И начинаешь. Сачо играешь. Так знаешь, что там кто-то должен из партнеров работать на опережение. Но там же этого нет. Робсон нарушение штрафное. Это уже опасно. Вставай, родной соотечественник. Говорит ему Роберто Карлос. Кто бы мог подумать. В России столько бразильцев. Я даже не знаю, честно говоря, как на это все реагирует. Правда, нет ни одного среди них Роберто Карлоса. Экзотика присутствует. Пула и бразильцы. Как звучит, да? Так, поехали. Ну, ребят, заряжай. Браво! Браво, ребята! Браво! Один-один. Обманули Ильгнера. Обманули Карлоса. Смотрите, как он подрезал мимо стенки в верхний угол. Ну, может быть, дождик. Я свое любимое. Можно с вашего разрешения повторю? Уже так позаботился хозяйским глазом об этом верхнем угле. Но если там паутинка была, еще осталась, то вот Цимбаларь ее и снял. Спартак Реал. Прямой репортаж большой спортивной арены Лужников на телеканале НТВ и спортивном канале НТВ+. Лига чемпионов. Удар поворотом. Молодец. Хорошо выбрал позицию Филимонов. Спокойно забрал. Футбольное пиршество в четверг. Бавария, Манчестер Юнайт. Слышите? Бавария. Видите, стенки стоят. Спартаковцы дружно скрестив руки. Понятно где. Не знают о том, что надо пользоваться блендом. И вот заряжает Карлос. А другой, Робсон, бразилец, рванул и остановился. Передача Цимбаларю. Цимбаларь долго смотрит кому отдать. Пасует налево Тихонов. Тихонов перебрасывает мяч. Ну-ка, Робсон. Ну-ка, бей, родной. Гол. Гол. Спартак выходит вперед. 2-1. Вот что значит контратака. Робсон в этой ситуации, смотрите, отбросил мяч, а не бил поворотом. Отбрасывал. Ну, молодец. Он же сыграл лучше, чем Роберто Карлос. Ну, а потом был пушечный удар. Поворотом и делать уже нечего было совершенно. И штрафной Реал. Китов забил мяч. И счет стал два. Очень цепко сейчас защищаться. Быть предельно внимательным. Ну, сюда уже прибежали центральные ростные защитники. Здесь Ерро. Навесная передача. Борьба за мяч. Удар поворотом. И Тихонов был штрафной. Но успел Филимонов подставить руки. Мяч ярко атакующий. Но, тем не менее, Карлос. А вот с выходом Мариенцеса уже конкретно усиливается атака. Еще мощный удар. Хороший удар. У Баранова классный удар, а? По силе. Начнет попадать. Симбалари. Лича, наверное, будет навешивать. Да, навешивать будет. Защитники мяч перехватили. Быстро отбили его. Может быть, что-то ему еще удастся в оставшееся время сделать. Ну, во всяком случае, это опять усиление атаки. Не имется Романцеву в хорошем смысле. Молодец. И вот удар поворотом. Мощный. Молодец. Ну, это Эльгнер. Какой красавец. А как здорово и уверенно владел мячом. Тут же выбил его в поле. Наши пульсы перехватили. Так, борьба. Не давайте Ридонду. А эти уже играют навалом. Бей, беги. Навалову поставил на точку. Рядом Карлос. Ну, судя по всему, что Карлос пока бить не собирается. Он ему неудобно. Так, ну вот, будет другой бить. А! Красавцы. Сами заблудились. В двух соснах наши перехватывают мяч. Идут вперед. Правда, уже в борьбе здесь Тихонов. И мяч уходит за придиранием. Пока. . . . . Субтитры сделал DimaTorzok